В каждой экономической системе, которая когда-либо существовала на лице земли, рабство-феодализм, вы назвали их, были люди, которые любили ее, и люди, которые критиковали ее с самого начала, так же, как и капитализм. Тот факт, что вы не знаете об этом, не слышали об этом, никто никогда не проводил вас через это, не означает, что этого там не было. Так развился социализм. Социализм развился. Две конкретные идеи социализма стали доминирующими. Они были не единственными. То, что они стали доминирующими, было историческим фактом. Поэтому позвольте мне описать их, потому что они покажутся вам знакомыми. Идея номер один заключается в том, что социализм это когда вы избавляетесь от частной собственности, частных предприятий, частного бизнеса, и заменяете их государственной собственностью и государственным бизнесом. Существует мнение, что социализм и капитализм отличаются следующим образом. При капитализме частные лица владеют предприятиями и управляют ими. Тогда как при социализме это делает правительство. Все сводится к тому, что правительство берет власть в свои руки и правительство управляет всем. Позвольте мне дать вам совет, если это покажется вам знакомым, вам пришлось бы долго и упорно искать в очень объемистых работах Карла Маркса, чтобы найти хотя бы одно слово об этом. Он не интересовался правительством. Он не написал ни статьи, ни книги о правительстве. Для него это было второстепенное занятие. Его интересовали другие вещи, а также обсуждение разницы между частным предприятием и государственным предприятием. Вы не найдете этого у Маркса. Он не интересовался. Это не имело никакого отношения к его проекту. Давайте продолжим. Второй способ, которым социализм определялся в 19 и 20 веках, заключался в следующем. Вместо рынка, вместо рынка. Вместо того, чтобы позволять рынку решать, как вы распределяете товары и услуги, это будут делать государственные центральные планировщики. В правительстве будут люди, которые планируют, кто что получит. Хорошо, итак, капитализм это рынки. Вот как вы распределяете. А социализм был планированием. Хорошо, теперь у нас есть хороший, простой способ понять это. Капитализм это частное предпринимательство и рынки, а социализм это государственное предприятие и государственное планирование. И вы могли бы сказать, что Советский Союз и Китай пытались по-своему реализовать этот проект, внеся эти изменения, совершив революции 1917 года в России, 1949 года в Китае, передав частное предпринимательство в руки правительства и заменив рынки планирования. Это действительно была доминирующая интерпретация того, что здесь было поставлено на карту. А теперь позвольте мне немного рассказать вам об этом. Все получилось не совсем так, как надеялись люди, совершавшие революции. Значит ли это, что все провалилось? Конечно нет. Я предполагаю, что есть некоторые из вас, кто, возможно, хотел бы так думать, но ваш более умный мозг знает лучше. Что было успешным в Советском Союзе в Китае? Ну, одна из их главных целей состояла в том, чтобы перестать быть двумя или одной из двух беднейших стран на Земле, которыми была Россия, в 1917 году. А Китай, несомненно, был в 1949 году. Вы прочтете что-нибудь о России до 1917 года, и вы прочтете невероятно бедную, неграмотную, слабо развитую страну. И то же самое можно сказать о Китае. В годы после революции в этих двух странах произошли две вещи. Они пережили более быстрое экономическое развитие и рост, чем когда-либо прежде в любой капиталистической стране. В России все кончено. В Китае это еще не кончено. Для тех из вас, кто следит за ходом событий, за последние 20 лет Организация Объединенных Наций зафиксировала, какая страна растет быстрее всего в мире. И за последние 25 лет номером один в списке всех стран является Китайская Народная Республика. Так что если вы хотите совершить социалистическую революцию, чтобы добиться быстрого экономического роста, то российский и китайский путь, это явно тот путь, по которому нужно идти. Поэтому для тех из вас, кому нужно критиковать эти общества, будьте осторожны с тем, как вы критикуете, иначе у вас будут большие неприятности. Они создали социалистический мир. Это было вдохновением для их лидеров. Ни одна из вещей, которые они обнаружили, заключается в том, что если вы дадите правительству объем полномочий, необходимый для достижения таких темпов роста, и если вы дадите правительству полномочия, необходимые для замены рынка собственным планированием, у вас будет правительство, у которого так много власти. Что вы будете, у нас возникнет проблема нового рода, которая заключается в том, как эта власть используется повсюду в обществе. И в обоих этих обществах это не очень хорошо сработало. Так что угадайте, что именно. Социалистам пришлось столкнуться с тем, что определение социализма как правительства, предпринимательства и планирования, в противоположность капитализму, частному предпринимательству и рынкам, не было адекватным. И поэтому социалисты стали критически относиться к тому, как интерпретировался социализм. И как часто делают люди, которые начинают критиковать что-то, они сказали, ну и дела, давайте вернемся к первоначальным идеям, основополагающим идеям, и посмотрим, может быть, по ходу дела они были истолкованы таким образом, в который, оглядываясь назад, видя, что произошло, мы, возможно, захотим изменить. Нам может понадобиться вопрос, которым марксисты, социалисты и коммунисты занимаются уже около 25 лет. И часть того, что я делаю, это даю вам отчет о том, откуда все это взялось, что происходит сейчас и куда идет. Но прежде чем я это сделаю, позвольте мне убедиться, что мы все на одной волне. Хочу ли я сказать, что эксперименты по построению социализма, проводившиеся в Советском Союзе, Китае, Восточной Европе, Вьетнаме, на Кубе и так далее, теперь откладываются в пользу альтернативы, что это были эксперименты, которые преподали некоторые уроки о том, что вы должны делать, и некоторые уроки о том, чего вы не должны делать. Да, это именно то, что я говорю. И что теперь предпринимаются новые шаги. Да, я это говорю. Если вы не считаете это какой-то замечательной или сомнительной критикой, позвольте мне напомнить вам, что капитализм не пришел в мир в один момент совершенства. В различные периоды истории человечества предпринималось много усилий по созданию того, что мы называем капиталистическими экономическими системами. И знаете что, у них был точно такой же опыт, как у Советского Союза и Китая. Они кое-что попробовали. В чем-то это сработало, в чем-то нет. Люди отнеслись критически, отказались от этого способа и попробовали. Потребовалось много усилий, прежде чем капитализм стал доминирующей системой в мире, которую мы видим сегодня. Были попытки и ошибки, эксперименты, которые сработали, эксперименты, которые не сработали, уроки, которые были извлечены и в конечном итоге были созданы условия для возникновения капитализма в глобальном масштабе. Таким образом, обнаружить, что ранние эксперименты при социализме в России, Китае и так далее, не были конечной целью, не решили всех проблем, не сработали совершенно правильно. Это то, чего вы все должны были ожидать, а не воспринимать как доказательство того, что в этом есть что-то нежизнеспособное. Это было бы исторически странным выводом, учитывая то, что мы знаем о любой другой системе. Тогда какова критика социалистов, марксистов и коммунистов по поводу того, что произошло в Советском Союзе в Китае? Куда они подевались? Какие уроки они извлекли из этого? И опять же, я надеюсь, мы сможем обсудить это позже в разговоре. Но позвольте мне представить вам краткий отчет. Критика заключается в следующем. Интерпретации критики капитализма Маркса, которые были сосредоточены на том, чтобы государство вошло и взяло на себя управление предприятиями и управление ими, заменив рынки планированием. Это было слишком. А теперь я собираюсь использовать экономический термин. Не расстраивайтесь. Это слишком макроэкономично. Мы слишком сосредоточены на больших проблемах, кому принадлежит товар, кто формирует распределение. При этом не уделялось внимания микроуровню. При этом не уделялось особого внимания тому, что происходит внутри предприятия. Оно вело себя так, как будто это действительно не имело большого значения. До тех пор, пока правительство брало управление предприятием в свои руки и управляло им, и до тех пор, пока правительственные планировщики распределяли ресурсы. Мы получаем социализм. Препятствием на пути к социализму была частная природа собственности и рынок как институт. Кстати, эта старая идея, которую Мартин, которую сейчас отвергают социалисты, не была отвергнута, кстати, Нью-Йорк Таймс. Например, для Нью-Йорк Таймс капитализм – это свободные рынки и свободное предпринимательство, а социализм – коммунизм – это правительство, рынки и планирование. Они живут в соответствии с определением, которое люди, для которых они его используют, отвергали в течение 20 лет. Вот что происходит, если у вас есть подавление дискурса в обществе, как это было у нас. Они действительно отстали от времени. Почему? Потому что то, к чему сейчас идут социалисты, это сказать, подождите минутку, на чем же сосредоточился Карл Маркс, если он не сосредоточился на планировании? У Маркса нет никаких аргументов по поводу планирования. Никогда не было убедительных аргументов. Также нет убедительных аргументов по поводу государственного или частного предпринимательства. Вау! Так что вещи, которые были подхвачены марксистами и социалистами, не являются тем, на чем сосредоточился сам Маркс. На чем же сосредоточился весь Маркс? И может ли это дать нам ключ к пониманию другого способа интерпретации социализма? Ответ таков? Да, он сосредоточился где-то в другом месте. И да, это дает нам ключ к пониманию. И я скажу вам, в чем дело. На чем фокусируется Маркс, так это на процессе производства. Что происходит внутри предприятия, где вы работаете с 9 до 5, 5 дней в неделю? Когда вы идете на работу, что там происходит? Как там взаимодействуют люди? Это то, что его интересовало. Именно об этом говорится в трех томах капитала, и в этом его большое достижение. Он написал и много других вещей, но это было его великое достижение. Это то, что его интересовало. Как работает производство? И он очень критически относился к капиталистическому способу производства и явно выступал за альтернативу. Вау. Это означает, что социализм сейчас возвращается к Марксу, находя в нем это обсуждение предприятия и переосмысливая, что такое социализм. И я думаю, что это стоит вашего внимания, потому что это будет то, чем является социализм на всю оставшуюся жизнь. Это социализм 21 века, который отличается от социализма 19 и 20 веков. Поехали. Критика Маркса может быть показана лучше всего. Пожалуйста, ребята, не волнуйтесь. Сейчас я займусь экономической арифметикой. Это всегда опасный момент, потому что есть определенные люди, которые прошли определенную подготовку. Никто в этом не виноват. Если вы начинаете писать арифметику на доске, их глаза стекленеют, их мозги уходят в отпуск, и они пугаются. Не делайте этого. Это действительно очень просто. Хорошо с точки зрения Маркса. Капитализм легко представить следующим способом понимания того, что такое процесс производства. И потому что Маркс интересуется людьми. А Маркса интересует, как люди относятся друг к другу, потому что это то, что его волнует. Он собирается проанализировать, что происходит на производстве с точки зрения труда, этой деятельности, которой люди посвящают себя, когда идут на работу, и как они взаимодействуют друг с другом, превращая природу в стулья, программные программы, стрижки и все остальное. Хорошо, итак, мы начнем с этого. В каждом производственном акте используются какие-то инструменты, оборудование, сырье, что угодно. Например, давайте возьмем в качестве примера стул. Если вы собираетесь сделать стул, вам понадобится немного дерева, немного клея и, может быть, гвозди и молоток. И вы поняли идею. И все те вещи, которые используются в производстве, были сделаны людьми. Рабочая сила, которая теперь доступна нам, может быть использована для создания большего количества вещей. Кто-то некоторое время назад поработал над изготовлением молотка, который я теперь собираюсь использовать для изготовления стул. Кто-то некоторое время назад собрал все необходимое, чтобы сделать клей, который я использую, и разрезать деревья на пиломатериалы, которые я использую. И поэтому мы собираемся использовать простой метод, воплощенный труд. В каждом производстве используется воплощенный труд, труд, воплощенный в каком-то продукте, который был сделан ранее. Теперь это вклад в то, что мы сейчас делаем. В основном простая идея. Вот еще одна простая идея с этим воплощенным трудом. Труд, воплощенный во всех инструментах, оборудовании и сырье. Производство предполагает добавление живого труда. Рабочие, вы, она, работающие люди. Поэтому мы будем называть это живым трудом. Воплощенный труд плюс живой труд дают вам общий объем труда во всем, что мы производим в экономике, это очень просто. Хорошо, вы можете сказать это другими словами, есть ценность всего того, что мы используем, когда производим инструменты, оборудование и сырье. А еще есть добавленная стоимость рабочего, который использует эти части оборудования для превращения сырья в мелкий товар. Итак, это гвозди, клей, пиломатериалы. Это усилие производителя стульев, и результатом является стуль. Хорошо, это очень просто. В чем суть капитализма? В результате какого-то процесса, о котором мы можем поговорить позже, воплощенный труд, работа, выполненная работающими людьми в прошлом, становится частной собственностью нескольких человек. Вы знаете их имена, они называются работодателями. У них есть, они не производили эту гадость. Абсолютно точно никто другой не производил рабочих. Но эти рабочие не получили право сохранить то, что они произвели. Они потеряли то, что произвели, и это стало собственностью кого-то другого. И этот капиталист привносит в производственный процесс все, чем он владеет. Давайте просто скажем для простоты, что это стоит сотню долларов. Не имеет значения, что это такое, просто сотни чего угодно. Чтобы мы знали, что тратим деньги на изготовление стульев, фотоаппараты стоимостью 100 долларов, гвозди, клей, пиломатериалы и все такое. И теперь рабочий увеличивает ценность того, что он или она производит, превращая пиломатериалы, гвозди и клей в новую готовую вещь, называемую стулом или диваном, или любой другой продукцией. Хорошо, давайте для простоты предположим, что это еще одна сотня. И таким образом последний стул стоит 200. Я же говорил вам, что это будет легко. 100 плюс 100 равняется 200. Экономисты считают, что это огромное достижение, но большинство из вас, вероятно, так не считают. Арифметика проста. Хорошо, теперь давайте следовать логике, как это делал Маркс. Это то, что делает капиталист. Он приносит сотню из того, что он пришел приобрести. Мы почему-то не знаем, как это сделать. И, кстати, мы никогда не спрашиваем капиталиста, как он это получил, не так ли? На самом деле вопрос только в том, есть это у вас или нет. И если это у вас есть, вы можете быть работодателем. А если нет, то вы не можете этого сделать. Тот факт, что работодатель, у которого это есть, не произвел это, является назойливой проблемой. Мы предпочитаем не спрашивать, но мы еще вернемся к этому. И вы знаете, что не можете быть работодателем, потому что у вас его нет. Вы его не получили. Это сделал кто-то другой. Так что капиталист приносит свою сотню, но он ее расходует. Это израсходованные инструменты и оборудование. Таким образом, эта сотня отображается в кресле как половина от 200 долларов, которые стоит это кресло. И мы знаем, что стул стоит 200 долларов, потому что в дополнение к ста израсходованным материалам работник, который работал над изготовлением стула, добавил еще сотню добавленной стоимости. Это стоит 200 долларов. Прямо сейчас, говорит Маркс, и вы скажете это вместе со мной, потому что вы это поймете. Теперь, говорит Маркс, давайте посмотрим. Что касается капиталиста, то он хочет получить обратно то, что выложил на 100%. Он отдал 100 долларов производственному процессу. Поэтому, когда он продашь стул за 200 долларов, он собирается потратить 100 долларов на замену инструментов, оборудования и сырья, использованных при производстве стула. Вот как он может продолжать быть капиталистом на стуле. Вот как он может продолжать производство. Он должен заменить инструменты, оборудование и сырье, которые он израсходовал, не так ли? Да, он это делает. У меня нет времени быть Сократом, потому что у нас недостаточно времени. Хорошо, давайте посмотрим. Итак, из стула стоимостью 200 долларов вам нужно взять сотню, чтобы заменить то, что вы израсходовали. Это оставляет вам сотню после того, как вы продадите стул, что вы собираетесь делать сотней. Вы могли бы это сделать. Начинаем, потому что это самая важная часть. Вы могли бы взять другую сотню и отдать ее рабочему. Потому что в конце концов это был рабочий, чей труд добавил сотню стоимости к этому материалу, чтобы заработать 200. Вы могли бы не так ли? И логика была бы глубокой. Работник добавил ценность. Он или она? Поехали. Люди должны получить это, потому что он дал это, он создал это, он сделал так, чтобы это произошло. Он должен получить это. Как вы думаете, происходит ли это при капитализме? Нет, вы не понимаете, не так ли? Мы никогда не даем рабочему добавленной стоимости при капитализме. Это работает по-другому. Вы все это знаете, но я говорю об этом прямо и смело, чтобы вам было с чем иметь дело. Что же делают капиталисты? Они делят эту сотню на две части. Одна часть это то, что мы платим рабочему. Я буду великодушен и скажу 50. Теперь вы понимаете. Если вы сделали стул за 200 долларов и потратили 100 долларов на замену израсходованных инструментов, оборудования и сырья, а еще 50 долларов потратили на оплату труда рабочих, то какие 50 долларов остаются? Хорошая высшая математика экономики 50 и Маркс называют это излишком. Это то, что осталось у капиталиста после того, как он выплатил себе израсходованные инструменты, оборудование и сырье стоимостью в сотню долларов, которые он вложил. И он платит рабочим. Он должен платить рабочим, потому что, если он этого не сделает, они больше не придут, и игра окончена. Поэтому, чтобы продолжать в том же духе, он должен заменить инструменты и оборудование и заплатить рабочим. Но он должен платить рабочим. Поехали, ребята. Меньше, чем добавленная стоимость рабочих, когда они работают, или, используя технический термин, экономисты любят, когда он обирает рабочих. Он должен украсть у них часть того, что добавил их в труд. Вы знаете, в чем здесь урок для тех из вас, кто воображает, что, окончив школу, вы получите работу. На самом деле, единственная работа, на которую вы согласитесь, это та, где вам платят столько, сколько вы стоите. Этого никогда не случится. Условие вашей работы состоит в том, что вы производите своим трудом больше, чем вам платят. Добро пожаловать в капиталистическую систему. Вот как это работает. Это вещи излишния. Это прибыль. Вот откуда берется прибыль предприятия. Лучший способ описать вашу работу на капиталистическом предприятии, это не то, что работодатель дает вам работу. Это то, что вы даете своему работодателю излишки. Дающий и получающий находятся в обратном порядке. Судя по формулировкам, вы делаете замечательные вещи для своего работодателя. И они будут удерживать вас на этой работе ровно до тех пор, пока вы продолжаете производить излишки, адекватные тому, что им нужно. Хорошо, это первый шаг. В первом томе капитала все это изложено. И для тех из вас, кто никогда этого раньше не видел, никто никогда не делал этого с вами раньше. Это простое действие заняло у меня пять минут. Теперь вы почувствуете вкус тех репрессий, о которых я говорил с вами в самом начале. Это то, что происходит в обществе, которому не позволено так думать. Так что для некоторых из вас, может быть, это первый раз. Давайте продолжим. Что капиталист делает с излишками? Много чего, очень много чего. И это очень интересно, и они формируют экономику. Для того, чтобы капиталист выжил, он должен забрать эти 50 долларов, которые он присваивает у рабочего, который это произвел. И он должен позаботиться о том, чтобы они были распределены в обществе. Чтобы удержаться на своем посту, чтобы удержаться на работе, чтобы сохранить капиталистическую систему, он должен предпринять шаги, чтобы это продолжалось и дальше. Он не может, как вы можете себе представить, взять 50% излишков и провести чудесный вечер в городе, сходив в дорогой ресторан и прекрасный театр. А затем отправиться на Багаму. Он недолго пробудет капиталистом. Он должен позаботиться о том, чтобы в этом обществе во всем позаботились. Позвольте мне привести вам пример. Вполне возможно, что эти работники... Позвольте мне быть более откровенным, что такие люди, как вы на работе, могут столкнуться с таким человеком, как я в классе. Что будет означать, что на следующий день, когда вы придете на работу, ваше отношение может измениться? Вы начинали понимать это в конце рабочего дня после той работы, которая у вас была. Когда у вас возникло это забавное чувство, и вы заговорили с человеком прямо рядом с вами на выходе из здания, вы смутно чувствуете себя, я не знаю, рабленым. Да, хорошо, что вы поняли. Есть причина, по которой вы это делаете. Вы действительно обращаете на это внимание. Большинство людей при капитализме чувствуют именно так. Это не отражается в языке. Мы должны это замаскировать. Мы так и поступаем. Вот пример. В конце рабочего дня по дороге домой, вы останавливаетесь где-нибудь, прежде чем вернуться домой, и вы останавливаетесь в месте, где вы можете сесть и выпить. И название этого опыта в нашей культуре называется «счастливый час». Чтобы помочь вам понять, чем не являются предыдущие часы. Это ваше счастливое время, потому что остальные 8 часов, если использовать другой технический термин, отстой, не так ли? Не так ли? Культура действительно признает это. Это так. Ему просто нужна небольшая помощь в интерпретации. Так оно и распространяется. Этот излишек. Вы знаете, что он делает? Его забирают капиталисты и отдают кому попало. Я не знаю. Давайте посмотрим на некоторые учреждения, которые получают распределение излишков. Во многих капиталистических обществах капиталисты поддерживают поместные церкви. И почему они могут это делать? Потому что в церкви учат чему-то, что говорит о том, что ничего из того, что я только что описал, не происходит. Или, может быть, они финансируют университет. Может быть, они берут часть излишков и строят красивое здание вроде этого. А почему они могут это сделать? Ведь в университете, как и в церкви, обо всем этом рассказывают совершенно другую историю. Позвольте мне привести вам пример. Вот способ понять экономику. Производство – это замечательное гармоничное сотрудничество. Рабочий приносит свой труд, землевладелец приносит землю, а капиталист приносит деньги, оборудование и фабрику. И все они сотрудничают, чтобы производить продукцию. А затем они делят полученный доход между каждым из них пропорционально вкладу, который каждый внес. Вы могли бы назвать это справедливостью. Это экономика, в которой ко всем относятся справедливо. Это заставляет вас вибрировать от гармонии всего этого. Именно так мы преподаем экономику в Соединенных Штатах. Я знаю это, потому что в течение 50 лет я занимался этим. Это то, чему мы учили, потому что это то, чему мы научились. И это не случайно, потому что это совершенно другая история, чем это. В этой истории каждый получает пропорционально тому, что он вносит. Честные люди, излишков нет. Никакого грабежа. Вам ни на кого злиться. Если у вас не больше богатства, чем вам хотелось бы, это ваша собственная чертова вина. Вы не внесли большего вклада. Так как же вы можете ожидать получить больше? Это чудесно утешает. Это как знать, что там наверху есть кто-то, кто, несмотря ни на что, действительно любит вас. Даже если ваш лучший друг этого не любит. Хорошо, это очень важно. Вот еще несколько вещей, которые должны произойти, если эти работники так или иначе обнаружат, что им не нравится такое положение вещей. Однажды они могут решить прийти на работу и сказать, Знаете, вы хороший босс и все такое, но мы больше этим не занимаемся. Вы хотите, чтобы мы работали и добавляли ценность на 100%. Мы хотим получить 100%, потому что мы это делаем. Мы добавляем ценность. Вы даете нам 100%, а работодатель говорит нет. И все становится немного некрасиво. В этот момент у работодателя есть выбор. Очень интересный вариант. Он может пойти и снять трубку, позвонить в какое-нибудь место в городе и сказать, Мне становится страшно. И очень быстро происходит что-то интересное. Грузовик или фургон выезжает из офиса в центре города, заполненного людьми в темно-синей униформе, которые приходят прямо к вам на рабочее место с большой палкой и избивают этих людей, чтобы помочь им изменить свое мнение. Это вызвали полицию. И для того, чтобы капиталист мог делать то, что он делает, и быть тем, кто он есть, у него должен быть этот телефон. И там должна быть куча людей в синей униформе. И там должен быть фургон, и там должен быть офис. И все это стоит денег. Как вы думаете, откуда это берется? Это еще одно использование излишков. Позвольте мне выбрать те, которые не так конфронтационны с вами, капиталистом. Кроме того, для того, чтобы быть капиталистом, он должен убедиться, что эти сто добавленной стоимости создаются рабочими, что рабочие знают, что они делают. Он хочет иметь возможность нанимать работников, которые умеют добавлять, умеют читать и умеют принимать заказы. Короче говоря, им нужно ходить в школу, чтобы научиться этим вещам. И капиталист знает, что он должен брать часть излишков для поддержания школьной системы. Поэтому он платит часть излишков в виде налогов правительству, чтобы управлять школами, учить людей, чтобы они могли производить добавленную стоимость. Когда он нанимает их, излишки должны быть распределены. Кстати, Маркс проходит через все это. Все различные способы распределения излишков, чтобы поддерживать эту систему в рабочем состоянии. И вы знаете, к чему это приводит, говорит Маркс. Способ, которым этот излишек используется работодателем, который получает излишек, состоит в том, чтобы сохранить себя в доминирующем положении. Чтобы поддерживать эту систему в рабочем состоянии. И это то, чего он хочет, потому что он парень на самом верху. Он тот парень, который получает излишки. Он тот парень, который знает, как использовать это таким образом, чтобы сохранить свое доминирующее положение, с чем он хорошо справлялся в течение двухсот лет или около того, что у нас был капитализм, проделавший хорошую работу. Какое это имеет значение для социализма? Что такое социализм? Учитывая то, что я здесь описал, я собираюсь ответить на этот вопрос. Вы увидите, куда сейчас движется социализм. Он сильно отличается от того, что было раньше. Социализм теперь становится этой историей, этим избытком. Но вместо того, чтобы избыток переходил от одной группы людей, рабочих, к другой группе людей, работодателям, с этим покончено. Смысл марксистской теории состоит в том, что новое и иное общество, это такое, которое скажет, здесь, в этой ситуации, рабочие все равно придут на работу. Они все равно добавят 100% стоимости. Они получат 50 долларов для себя, для своей зарплаты и своего дохода. Но остальные 50 – это излишек, которые они получают, и которые они не отдают никому другому. Они берут его и коллективно-демократическим путем решают, что делать с излишками, которые они сами произвели. В этом и заключается суть социализма. Это конец капитализма. Больше никаких капиталистов. Можно сказать, что рабочие, производящие излишки, являются производителями индивидуальных усилий. Затем коллективно и демократически решают, что делать с произведенным излишком. Они становятся, выражаясь языком, который вам, как американцу, может показаться более легким. Они становятся сами себе хозяевами, не так ли? Единственным доступным способом – стать сами себе хозяевами коллективным способом. Какова простая американская фраза, которая отражает этот рабочий кооператив? Он очень старый. Вам не нужен новый. Вам даже марксизм не нужен. Все, что делает марксизм, это дает нам логику и дорожную карту, чтобы понять, что заставляло людей на протяжении всей истории решать, что совместная работа. Создание рабочего кооператива – это привлекательный способ организации работы, привлекательный институт для продолжения. Вот почему у вас есть примеры этого тысячи лет назад, сотни лет назад и прямо сейчас. Но это произойдет сейчас, потому что это не своеобразная странность, оставшаяся от более раннего периода. Это новое направление. Поэтому позвольте мне в заключение изложить вам то, что я вам только что сказал. Социализм, кардинально изменившись по сути, говорит о том, что в Советском Союзе и Китае пошло не так, потому что они никогда не преобразовывали рабочие места. Они никогда не создавали демократических решений. Что они сделали так, это заменили частных владельцев бизнеса и назначили государственных чиновников вместо среднего рабочего. Это не так уж много значило. Они не заставляли рабочих коллективно принимать решения, что делать с излишками, которые они произвели. Они этого не делали. Они заменили рынки планирования. Они заменили частную собственность государственной, но они не изменили организацию на микроорганизации. Можно сказать по-другому, кооператив представляет собой, как и критика капитализма здесь, призыв к демократизации предприятий. Привнести демократию на рабочее место. Теперь подумайте вместе со мной в последние пять минут, которые я уделяю. Подумайте вместе со мной о том, что я говорю. Вы живете в обществе, которое делает фетишем утверждение, что это демократия. Если демократия что-то значит, это означает, что если на вас влияет какое-то решение, вы имеете право участвовать в его принятии. Вот почему мы голосуем за мэра. Потому что мэр нашего города принимает решения, которые влияют на нас. Мы должны иметь влияние. Хорошо, если вы верите в демократию, то первое место, где она должна была быть введена, это на рабочем месте. Почему? Потому что именно там вы проводите большую часть своей взрослой жизни. Пять из семи дней, когда вы взрослый, вы на работе. А в остальные часы вы либо восстанавливаетесь после счастливого часа, либо готовитесь к работе. Если вы верите в демократию, то рабочее место было бы на первом месте. Вы бы его учредили. Но вы живете в обществе Соединенных Штатах Америки, в котором никогда не было демократии на рабочем месте. Сегодня вы идете работать в корпорации. Есть группа людей, совет директоров из 15 человек. Они принимают все решения. Что вы производите, как вы производите, где вы производите, и что делается с прибылью, которую вы помогаете производить. Вы знаете, каково ваше влияние на эти решения. Шик. Ничего. На рабочем месте нет демократии. Вы живете в стране, которая ведет войны по всему миру, чтобы принести этим странам демократию, которой у нас нет. Вы удивляетесь, почему они критикуют население. Вы шутите? Вы, должно быть, шутите. Демократизируйте предприятие. Это означает рабочий кооператив, демократический способ решить, что делать с излишками, которые каждый помогает производить. Будет ли это иметь значение? О, мальчик, будет ли это иметь значение? Давайте приведем несколько примеров в конце. Предположим, что за последние 40 лет эта страна была разорвана на части, как мы наблюдаем в президентской гонке и во всем остальном в этой стране прямо сейчас. За последние 40 лет эта страна была разорвана на части, среди прочего исходом большого числа компаний, покинувших Соединенные Штаты. Продолжайте покидать Соединенные Штаты, потому что там они могут нанимать людей за гораздо меньшие деньги, особенно в Азии. Но не только там. Детройт превратился из города 1970 года с населением 2 миллиона человек в витрины капитализма в Америке, в сегодняшнюю катастрофу. Население Детройта сегодня составляет 700 человек, большинство людей изгнаны из своих домов, с работы, из своих церквей и школ. Это разрушающийся город. Вы должны это сделать. Если вы еще не посещали его, посетите Детройт. Ничто из того, что я скажу, не научит вас так хорошо, как два часа езды по нему. Теперь предположим, что решение о том, где вы размещаете производство, было принято не советом директоров, стремящимся заработать больше денег, а демократическим решением всех работающих там работников. Вы думаете, что они отменили бы свою работу? Вы думаете, что они перенесли бы фабрику, разрушили бы свою общину? Этого никогда не было. История этой страны была бы радикально иной. Вот еще один пример. В конце каждого года, когда компания смотрит на свою прибыль, все излишки, которые она получила от своих работников, кто решает, что делать с прибылью? Это чудесный момент. Для тех из вас, кто никогда не был в этом месте, представьте себя на мгновение на рождественской вечеринке. В конце года ваш на три четверти пьяный генеральный директор встает на шаткий стол и произносит невнятную речь. Спасибо всем вам за то, что вы так много работали, чтобы сделать этот год успешным. А потом он падает со стула. Хорошо, на следующее утро этот генеральный директор соберется вместе с другими своими генеральными директорами или кем бы они там ни были, и они решат, что делать с прибылью. Он поблагодарит вас за то, что вы произвели это, но участвовали в принятии решений. А нет. И если это решение означает закрытие фабрики, вы потеряете работу. Это тяжело. Если это означает использование новой технологии, которая загрязняет воздух, которым дышат ваши дети. Жестко. Вы не участвуете, вы исключены. И вы знаете, что это стало неожиданностью для многих из вас за последние 40 лет, поскольку эти компании получали действительно большую прибыль от вашего дома. А они заседают вокруг совета директоров и основных акционеров, кстати, обычно 2030 человек, и они решают, что с этим делать. Вот тут-то и наступает шок. Они решили распределить большую часть этого между собой. Какой шок в очень высокой заработной плате и дивидендах, которые достаются акционерам, а это то, чем они являются. Вот почему у нас в этой стране растет неравенство доходов. Здесь нет никакой тайны. Это не имеет никакого отношения к образованию или технологии. Прекратите. Это потому, что мы позволяем крошечной группе людей наверху решать, что делать с излишками, которые мы все помогаем производить. И они отдают непропорционально большую сумму себе. Таким образом, у нас есть, с одной стороны, самые богатые люди, каких только можно себе представить, а с другой стороны, первые поколения американских студентов колледжей, которые не могут получить ученую степень, не влезая в долги на десятки тысяч долларов. Вас здесь обкрадывают. И это то, что марксизм и социализм всегда считали своей первой мыслью. Обратитесь к людям, которые являются жертвами капитализма, чтобы они начали понимать, что вы можете сделать лучше, чем эта система. А рабочий кооператив начинается с самого низа и представляет собой новое направление социализма. Вот почему в экономической платформе Берни Сандерса немного о кооперативах. Немного, но он все понимает. Дело идет к цели. Если вам нужен пример сегодняшнего политика, который продвинулся намного дальше, Джереми Корбин, Великобритания, лидер Либористской партии. У них есть самое интересное. Для тех из вас, кто следит за политикой, наиболее развитое понимание необходимости развития социалистического кооперативного сектора отдельно от капитализма и в условиях конкуренции с ним, выявляется в Великобритании под руководством Либористской партии, под руководством ее нового лидера Джереми Корбина, с конкретными политическими предложениями, которые, если вы, если вам интересно, я выложу вам все, когда мы закончим. Социализм сейчас зарождается с новым направлением и новым определением. И не менее интересной вещью, за которой вам предстоит наблюдать в ближайшие годы вашей жизни, будет успех этого, отчасти потому, что весь антисоциалистический аппарат полностью сосредоточен на том, чем социализм больше не является, и совершенно не готов справиться с тем, чем социализм сейчас становится. Это один из не очень хороших результатов подавления вашей контр-идеологии в течение 50 лет. Позвольте мне на этом остановиться. Большое вам спасибо за ваше согласие. У кого-нибудь есть вопросы по комментариям? Не стесняйтесь.